Чувашская общественная организация «Свобода» вновь собрала друзей на праздничный концерт. С каждым годом неравнодушных к проблемам людей с ограниченными возможностями становится все больше и больше. Доступность услуг для инвалидов – это один из показателей здоровья самого общества. Об этом говорил Владимир Путин, выступая на итоговом форуме действий Общероссийского народного фронта в Москве. Чтобы все, как у людей, чтоб тепло, мороз без кучи, чтобы лето без дождей. Зачастую именно сцена раскрепощает людей с особенностями здоровья. Так хочется, чтобы тебя приняли и поняли, ведь повседневная жизнь далека от театральной постановки. Все еще существуют барьеры в передвижении, общении. И только здесь, в кругу большой семьи, вместе с единомышленниками, можно чувствовать себя как дома. Мы не делимся на людей с инвалидностью и без. Мы все равны, все едины. И я всегда за то, чтобы люди общались между собой, чтобы не было каких-то границ между людьми и возможностями. Восторг. Восторг вызывает у меня вот эти люди, которые вроде бы ограничены в передвижении, да, и сила духа просто вызывает восхищение на самом деле. На протяжении трех лет организация «Свобода» помогает людям с инвалидностью стать сильнее, увереннее. За это время удалось создать мощную площадку для общения, организовать десятки культурных, спортивных, творческих мероприятий. Они с нами рядом живут, бок о бок иногда и нуждаются просто в обыкновенном общении, в обыкновенном добром слове. И это очень важно, чтобы они не замыкались. И мы, наше общество «Свобода» предлагает всем ребятам выходить, общаться, разговаривать и приходить в наши клубы и на наши мероприятия. Преодолевая себя, многие ребята смогли не только раскрыть свой талант, но и добиться успехов в творчестве и в жизни. Таких примеров множество. Ольга Посеева приехала из Ёж-Коралы. Недавно она стала победительницей межрегионального конкурса красоты «Мисс Свобода-2017». Инвалидная коляска никак не помешала ее взлету. Будьте смелее, увереннее и покажите себя такой, какой вы есть, не стесняйтесь себя. Вера в себя и поддержка со стороны – важные составляющие жизненного успеха людей с ограниченными возможностями. Это хорошо понимают все члены общественной организации. Поэтому у нее такое горящее название – «Свобода». Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Арена Гавилян, Республика.